В чем приоритеты нашей селекции? Приоритет главный – это высокая продуктивность сортов наших. Высокая продуктивность, они должны обеспечивать высокую продуктивность в разных условиях среды. Второе – устойчивость к биотическим стрессам, по-другому – к болезням, вредителям и к неблагоприятным условиям среды. Зимой, гости, сезар, суток и так далее. Ресурсоэнергоэффективность. Чтобы на единицу соломы, на единицу использованных удобрений мы получали больше зерна. И следующее – это в чем фишка нашей селекции? Это мощное ускоренное семеноводство. Мы сами ведем семеноводство. Владимир Александрович здесь сказал, что у нас 4 завода строятся еще. Потому что мы здесь, в институте, в отделе селекции пшеницы и третикалии, производим больше 6 тысяч тонн оригинальных семян. И эти объемы наши растут. Почему такая преадаптивная направленность и селекции, и сорта смены? Потому что и климат, и погодные условия, и пестициды, и все то, что связано с выращиванием, с технологией, все это меняется. И поэтому мы должны дать такой диверсифицированный сортовой состав, который бы удовлетворен всем хозяйствам. Тем более, что вы слышали, вот сегодня какая биография гостей нашего полевого семинара. Какая новизна прошедшего года? В 21-м году включены в госреезд сорта Бумба, Классика, Роскин, Стиль, Шан, Камдан, который создан совместно с Калмыцким институтом. Талуан, который создан совместно с Кабардино-Балкарским институтом. И Полба Яровая, здраво районированная. И третикалия Азимы, Ренец, Инал. Третикалия Яровая, Тимур. Расширены зоны допуска наших сортов. В 22-м году впервые включены в государственные реестры. Такие пулгариковые сорта, как Аграфак, Стомик. Средне-поздние сорта Федор. Очень-очень скороспелый сорт. Вы помните, он назывался Ультра-11. Сейчас называется Убай. А этот сорт допущен к использованию в этом году. И надо сказать, что наши узбекские коллеги прислали нам фотографии. Там в поле вам покажут, что 22-го мая они упали ультру с урожаем 65-67 центров. В гектарах раз и в полях. Причем зерно первого класса. То есть содержание венка выше 16%, в лекарине выше 32%. Здесь я вот хотела вам показать так много сортов. Почему? Сорт левого, который, это двуручка. Есть сорта, который для экологического земледелия, для пестицидных технологий. Есть, ну и впервые районирован сорт сеньюра по трём регионам Российской Федерации. Это сорт азио-пшеницы. Только по шестому раньше районирование было. В этом году мы получили три региона. Яровые сорта твёрдой пшеницы, третикальные азимы, слоны и по шести регионам. И сорт хитон включён по всей Республике Беларусь, допущен к использованию. Здесь я хотела показать, что в этом году, по результатам 2021 года, мы передали государственное сортоиспытание. Вы вот можете познакомиться. Это пока для вас будут названия. Это сорта «Уран-88 энергия» в честь полёта человека в космос. Это «Елиус-15», «Сотка», «Саца», «Дворстек», «Ним», ну и так далее. Мягкая яровая, «Блеск», «Мадам», «Твёрдая белка», «Твёрдая яровая воля» и «Тритикалия мука» и «Ею воля» совместно с Кабартино-Балгарским институтом. Мы занимаемся не только селекцией пшениц разных видов пшениц и тритикали, разного образа жизни. Мы занимаемся селекцией селекционеров. То есть наш большой коллектив пополняется новыми сотрудниками. И если вы посмотрите, вот сейчас Вадим Александрович сказал, что Александр Николаевич Боровик, он был профессором РАН, доктором сельскохозяйственных порог, главный сотрудник нашего отдела, он на этой сессии Академии избран членом-корреспондентом Российской Академии Наук. Но в прошлом году у нас спешно защитили диссертации два человека, Дмитрий Александрович, Пономарёв, Гуемкова, Елена Анатольевна. А вот учатся в аспирантуре, вы видите, целый ряд наших сотрудников в магистратуре, окончили аспирантуру, учатся в бакалавриате. То есть у нас идет постоянная смена поколений, пополнение наших сотрудников. То есть мы воспитываем сами себе селекционеров, для того, чтобы наша мощная сила селекционная не иссякала. В настоящее время у нас допущено госреезд, допущено к использованию сортов, 98 сортов мягкой пшеницы, в том числе 8 новых, твердой 9, твердой яровой 6, ну и так далее. Вы видите, третикарий 20, третикарий яровой 6, то есть большое количество сортов, которое может обеспечить семеноводство во всех регионах России, в посевные пущины. Если посмотреть за последние 6 лет, то это вот такой набор сортов и культур, который мы вам рекомендуем. Их география очень большая, поэтому те, кто занимается семеноводством, я думаю, вы, сотрудничая с нами, никогда не прогадаете, потому что у вас всегда будут очень широкие возможности для продаж. Ну вот я уже говорила, что сортов Тихон допущен к использованию в Республике Беларусь, здесь наши белорусские друзья присутствуют, он дал очень высокие прибавки большие по всей Республике Беларусь. Ну и, конечно, наши сорта, почему их так много, потому что они различаются по группам спелости от ультра-ултра-скороспелых. Сегодня вы в рейке сортов увидите, насколько сегодня выглядит Кубань, Флэш, новый сорт Изабель, которые являются очень-очень скороспелыми. Затем идет группа скороспелых сортов Среднеранья, в которую пришел сорт Школа Среднеспелые, куда пришел сорт Манэ, и Среднепозия, это Аграфак Сту, Лево, Мик и Федор. И наши сорта различаются по вкладу цинос. При формировании урожайности есть сорта, которые отличаются крупным многоцветковым колосом, к ним тоже разные подходы для формирования максимального урожая. Если говорить о Краснодарском крае, то в нашем крае 99,9% занимают сорта нашей селекции Краснодарской. Сортовой составом такой, то есть обеспечивается мозаика сортов. Мозаика сортов, диверсификация сортов, системы сортов в каждом хозяйстве позволяют идти вперед и получать высокий урожай. И прошлый год характеризовался не совсем хорошими условиями для получения наивысших урожаев. Но вот край получил 15,5 миллионов тонн зерна. И урожайность составила 63,9% зерна с гектара. Вот я привожу таблицу Ставропольского края. В 2021 году в Ставропольском крае наши сорта занимали 73,8%. Средняя урожайность составила 41,8 центра с гектара. Вот такие площади занимают сорта в разных областях центральной чернодемной зоны. По пятому региону всего, вы видите, в среднем 50,6% занимали сорта нашей краснодатской селекции. Поскольку мы ориентируем, экологически ориентируем, генотипически создаем и конструируем так сорта, которые выдавали в разных зонах устойчивые урожаи. Ну и те сорта, которые очень хорошо себя показывают в Краснодатском крае, они не всегда себя хорошо ведут, допустим, в Тульской области или в Ивановской области. Поэтому выбираются совершенно другие сорта, которые у нас не являются лидерами, а в тех областях дают высокий урожай. Ну и хотелось сказать о семеноводстве. Очень часто, вот мы в Академии общаемся, селекционеры создают сорта и говорят, что о семеноводстве не наше дело. Мы совершенно имеем другую стратегию. А наш батька, академик Лукьяненко, говорил, что мало создать сорт, надо его внедрить в производство, и надо каждому селекционеру увидеть, как он там себя ведет. Потому что, если мы не имеем обратной связи, мы можем говорить, да, производство не так, не такие технологии, не то используют и так далее. Когда мы же сами же видим, как себя сорт ведет на каких-то неблагоприятных факторах среды, мы делаем выводы, что, допустим, да, здесь надо создать и подправлять, поправлять. Ну и в семеноводстве сегодня у нас находится 81 сорт. То есть мы не только вот создаем и вывеска, как у многих создали, вот, а в семеноводстве 3 сорта. А у нас создали, они в семеноводстве, вы можете их купить. И даже если мы прекратили семеноводство, а какое-то хозяйство хочет, вот сегодня для кармамарса, калмыки, мы вырастили сорт калмыки. Потому что там у них его любят, его покупают, и они попросили, и сегодня семеноводство возобновили сорт калмыки. Теперь, что касается яровых, количество яровых сортов у нас прибавляется. И вот 17 сортов разных культур у нас яровых также находятся в семеноводстве. И вот видовая структура, видовая структура семеноводства, вы видите, естественно 65% занимает мягкая пшеница, но здесь и твердая яровая, и твердая яровая, и мягкая яровая, и полба, и третикалья язимая, третикалья яровая. И надо сказать, как мы справляемся с такой махиной. Конечно, очень мешает нам сегодня, вы знаете, годы, когда засуха, вот засушенные два года были на Куване. И падали, падали, вот два года на поле не было пшеницы или очменя, а, допустим, три года. Вот вы сейчас поедете по маршруту, увидите, растет посеян, уравнительный посев любина, а по нему сплошь растет подсолнечник. А он четыре года назад на этом поле был. Но также и пшеница себе ведет, и очмень, поэтому, понимаете, оригинальное семеноводство должно быть на полях, где, по крайней мере, два года не было пшеницы, или хотя бы по пропашным предшественникам, потому что предшественники горох, рафс, они не подходят для семеноводства, поскольку там, в этих посевах могучих, как правило, отсеменяется пшеница, которая поднимается, мы контролируем наше семеноводство методом запасных белков, электропореза запасных белков, то есть белковые маркеры, генетические маркеры. Благодаря этому очень много партий у нас бракуются, и в данном случае в прошлом году из 255 партий было электропорезом забраковано 32 партии. Ну и по другим показателям тоже, то есть подход очень тщательный для того, чтобы мы вам представили как можно лучшие семена с высокой сортовой частотой. А всех вам нулит, какой будет урожай. Уже у нас на всех каналах телевидения показали, что у нас в стране будет очень высокий урожай, да? А мы с вами слушаем задрогание, потому что береги еще столько, даже для зимой пшеницы, а для ровной ее только посеяли, а где-то только сеют. Поэтому вот каждый год у нас в крае проводится предпосемное совещание и совещание по уходу за зимами. И, как правило, год на год не приходится, разные условия осени, зимы. И вот если в 18-й год была борьба с биомассой, то есть лишнее опущение было, густые посевы, большие нормы высева, то здесь как бы боролись с биомассой. В 19-м, 20-м это точные агроприемы. В 21-м боролись за биомассу, потому что мы говорим, что, часто говорят, что если большая биомасса, то можно получить солому и получить зерно. Но без биомассы, вот мы сейчас здесь разговаривали, что без биомассы урожая не бывает, потому что урожай, зерна, достаточно тесной корреляцией находится, или урожай зерна находится в тесной корреляции с урожаем биомассы. Поэтому, если весной биомасса небольшая, мы не можем надеяться на высокий урожай, поскольку это и корневая система. И 22-й год, это рекомендовано было каждому полю персональной технологии. Персональный подход к каждому полю, но это так и должно быть каждый год. Но это в этом году особенно, потому что в разном состоянии были озимые. И вот сегодня Игорь Николаевич на опытах по спортизации покажет вам разные сроки подкормки, потому что очень часто мы спорим и на совещаниях о том, что первая подкормка должна быть очень ранняя, поскольку еще азотов очень мало, и поэтому наши сорта растут при более низких температурах. Не переходит через плюс 5, а уже плюс 1, плюс 2 сорта растут, и образуется мощная корневая система. А если мы подкормим поздно, мы азот даем на вегетативную массу, корневая система получается слабой, и потом попробую стоить против завтра. Поэтому мы должны обеспечить высокую эффективность использования азота. И мы говорили, что может помешать получить высокий урожай. Но мы пережили зимы, весной не было, возврата у нас не было на розах, все очень скоростепенные формы выдержали, температурные качели выдержали, а вот теперь мы боимся сверхвысоких температур во время формирования налива зерна, суховеев и некомпенсированных болезней, но с болезнями все борются хорошо. А вот что касается суховеев, то мы этим не управляем, суховеев и сверхвысокими температурами. Потому что сегодня мы рекомендовали профилактические обработки фунгицидами, направленные на упреждения заражения растений, потому что с весны у нас была куча инокурма, болезней на диких родичах, и желтая, и бурая жарчина, и септариоз, и стеблевая даже жарчина. Формула урожайности – это биомасса на кокос. Кокос как мы можем обеспечить? Мы можем усилить аттракцию из биомассы в зерно. Ну и если у нас число растений сегодня на квадратном метре достаточно хорошее, и число растений достаточно хорошее, то мы уже можем иметь очень хорошую емкость циноза. А емкость циноза – это количество зерен на квадратном метре. Оно весной корреляции, вы видите, 0,84-0,92 – это коэффициент корреляции, то есть почти прямая корреляция с урожайностью. Здесь хотела показать вам 2015-й очень урожайный год. Какая погода была на Кубаре? Вы видите, что температуры зимой были выше средних многолетних, весна пошла, апрель, ниже средних многолетних, май на уровне средних многолетних, июнь чуть выше, но непредельные высокие температуры. А что мы получили? Здесь вот, вы посмотрите, май, идет плавная нормальная температура воздуха, не превышающая среднесуточная 20-22 градуса, 18 градусов, что способствовало хорошему нареду зерна. Что мы получили в опыте? Вот такие урожаи по сортам мы получили в опыте. Сформировалось вот такое количество сортов от 745 до 1100 колосил на квадратном метре, и мы получили высокую урожайность и хорошее качество зерна. Что мы имеем в этом году? В этом году мы имеем тоже мягкую зиму, холодный май, холодный апрель и задержка калашения. Задержка калашения из-за особенно холодного мая, марта и недостаточно немножко влаги. Сегодня, вот, вы увидите в опыте по паспортизации, сегодня сформировалось вот такое количество колоссил. В среднем около 850 колоссил. Количество зерен, которые потенциальны, они уже сформировались, но как они нальются, мы не знаем. Это тоже от 28 до 48, а у Федора, и емкость стеноза достаточно мощная. Что может помешать? Кознее калашение, осталось время для налива земля очень небольшое. Остается нам только, простите Господа Бога, обеспечить нам хотя бы 20-25 дней умеренных температур для налива. Тогда будет очень хороший урожай. Но мы всегда предупреждаем и на столетий украин. У нас период налива неустойчивая погода. Часто в период налива довольно высокие температуры, бывают мощные суховейные явления. Для того, чтобы получить хотя бы среднюю урожайность, 6 тонн зефтара, необходимо иметь мощный колоссостой и мощную емкость стеноза на уровне 25-30 тысяч зерен на квадратные метры. Это обеспечит нам хороший урожай в любом случае. Я знаю, что и в Краснодарском крае, и по европейской территории России сегодня хорошие травостой, стеблистой, колоссостой. У кого как, потому что у кого-то выколосилось, у кого-то еще даже пшеница не выколосилась. Я имею в виду даже Ставропольский край. Поэтому я всем вам желаю высоких урожаев и хорошего просмотра наших сегодняшнего показа, сортов. Выбирайте сорта. Я думаю, что мы с вами будем всегда на высоте сроки на урожай. И порадуем нашего президента.